В Ленском районе проходят декады инвалидов и уже состоялось первое мероприятие Спартакеада для детей с ограниченными возможностями. Соревнования проходили по четырем видам спорта. Настольному теннису, дартсу, шашкам и пулевой стрельбе. Выбраны они не случайно. Организаторы соревнований на протяжении нескольких лет наблюдали, что больше нравится и хорошо удается ребятам. Елена Порыгина продолжит тему. Команды спортсменов на свою мини-паралимпиаду прибыли из наследов района и городских школ. На торжественном открытии успехов юным спортсменам пожелали организаторы, работники управления социальной защитой и спорткомитетом. Всего четыре вида спортивных состязаний внесли в заявку соревнований. Но каких их дети выбрали, можно сказать, сами. Педагоги заметили, что более интересно и доступно спортсменам с ограниченными возможностями. Хотя во всех четырех видах требуются интеллектуальные и физические способности. Настольный теннис, например, играть совсем непросто. А Илья Кожевников готовился только к шашкам и дартсу. Но уже в процессе решил попробовать себя в пулевой стрельбе. Опытный тренер разрешил. Здоровый дух состязаний царил в карате. Быть лучшим, преодолеть себя, победить. В спорте это проявляется лучше всего. Это нужно в первую очередь самим детям для их общения, для самовыражения. Ведь он же, находясь дома или в стенах школы, привык к тем обстоятельствам, в которых он находится. А здесь в таком большом зале. Столько много детей. Тренеры рядом. И он чувствует себя, что именно от него сейчас много кое-что зависит. Я считаю, что такие соревнования нужны. Дети потому что рады. У них много эмоций. И вообще желательно, чтобы проводили их почаще. Не один раз в год. На этих соревнованиях будут победители. Но точно не будет проигравших. Ведь движение – это жизнь. А положительные эмоции – это долголетие. К тому же чемпионы получат медали. Но все без исключения сертификаты на полторы тысячи рублей магазин детского рукоделия.